Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле я подготовил даже короткую презентацию И я, честно говоря, рассчитывал бы, чтобы это не был монолог В частности, я даже вставил несколько вопросов по своей презентации Я надеюсь, что вы на них отвечали Прежде всего, давайте мы с вами определимся с понятниками Что такое инновация? Кстати, вот я берёл тут 4 определения, которые я так быстро перестал Опять же, в том же самом интернете, естественно Четвёртое, как вы видите, это больше философское определение Но на самом деле, первое, оно довольно краткое Но в полной мере отражает суть этого понятия А также оно позволяет нам сделать плавный переход к следующему слайду И поразмышлять о том, какие виды инноваций существуют Потому что я уже, в принципе, в рамках нашей дискуссии Пытался коснуться этого И сказать, что, в общем-то, на самом деле Инновация, она не только в технику Не только в применении науки, там, в сфере интернета Не только в установке мультимедийных киосков Или тач-скринов Или плазма Или обратной проекции и так далее А не в других сферах, которые нам тоже нужно помнить И которые нужно и важно развивать Но какие именно инновации? Технологическая, ну тут все понятно Социальная инновация Это процесс обновления с первой жизнечаси Реорганизации социума Стоит реорганизация Инновационная реорганизация процессов Происходящих в некотором части процессов В данном случае в музее И в его работе с путями Редумковая, но она мало касается именно музеев Организационная Это, собственно, инновационные методы менеджмента Причем они заключаются не только в внедрении Неких инновационных методик Но и в внедрении Неких технических новаций в менеджмент Потому что практика показала, что Существующие разработанные программы Электронные программы для организации В данном мультивном бизнесе Они очень эффективно работают и в сфере культуры И, в частности, есть этот музей Центральный музей связи И по поводу Санкт-Петербурга Который несколько лет назад ввел такую систему Это система построенная на Интранете То есть внутренней сети музеев И, соответственно, весь менеджмент музея Остисляет электронный Ну, естественно, есть и бумажный аппарат И это показало, что эффективность процессов Происходящих в музее повысует примерно на 25% А музей, хочу сказать, что этот музей Он не финансируется государством Он живет за счет дотаций спонсоров И дотацией воды Плодится Россвязь А Россвязь для них музей Это не подлинная И поэтому, естественно, он не может быть И на всех И поэтому этот музей вынужден постоянно Находить в себе деньги Постоянно улучшать свой опыт Среди своей работы И вот их внедрение вот этих Электронных системах Оно привело к тому, что они Могут выживать и постоянно Обновлять свои Пополнять свои экспозиции Маркетинговое Это, соответственно, тут все понятно Я только постараюсь вам показать Не музеевые меры Один-три Те, кто были на этом музее В этом году уже видели Но я думаю, что его важно показать Так как его очень любопытно нет Собственно, технологические инновации Здесь на этой программе вы видите музей, который Обсуждались довольно долго Это Олимпийский музей и Центр мира Который сейчас является таким в России Достомотивом в плане использования Различных технических новинок Здесь есть разнообразные точные И проекции, и обратные проекции И система управления презентацией жестами Создания дополнительной реальности И так далее Почему я показываю именно эту картинку И говорю именно об этом музее? Потому что, на мой взгляд, когда мы говорим О технических инновациях музея Именно об этом плане Мы должны помнить, что если мы задаемся вопросом О инновации музея Это призы или необходимость Все очень зависит от музея И вот в данном случае В случае еврейского музея Незначально не было коллекции Их коллекция на данный момент Составляет несколько тысяч экспонатов Это в основном документы Это видеоархивы Это фотоархивы И некоторое количество У них там И станков И самолетов Вот Соответственно Их музей нужно было Как-то создавать На базе чего-то И они пошли вот таким вот музеем Пожалуй, что в данном случае Единственное возможности будет создать музей Не имея коллекции Естественно, дальше они будут создавать коллекцию И будут, соответственно, дополнять их Свои служения Реальными объектами Потому что сейчас это, в общем-то Скажем так Строилай С некоторыми погружениями То есть музей построил Такой панковый Показывающий Развитие еврейской общины В Европе и в России И отодрение У него входят такие Кармашки В которых, как-бы, вы погружаетесь В некоторой сфере Жизни еврейской общины В Европе и Европе И, соответственно, я просто Дальше вы увидите, почему я останавливаюсь На этом, потому что дальше вы увидите Пример, когда Тот же прием использован Это будет Тот же прием использован Но он использован На базе Сегментов И это экспозиция На мой взгляд, является одной из Текущих экспозиций Исторических музеев в мире Вот давайте посмотрим Здесь 4 музея 4 Одни из самых Исвящаемых музеев в мире Вот Это Луров Это Виктория Альберт Вот это внизу Справа это Одно из музеев в Берлине А на нем Принч музеев Где здесь технические инновации Вопрос В зал Они здесь есть Первотелки Они все Ну да Но При этом Мы здесь видим Что самые посещаемые Музеи Самые успешные У них нет такого Амилия Музеи медиа технологии Есть экспозиции Тот же V&A Он является сейчас Одним из самых развивающихся музеев в мире Одним из передовых музеев Они вот эти вот Технологические инновации Вот помимо того, что я сейчас коснусь Вот того, что изображено на этой фотографии Помимо этого Музей активно развивает свое деятельность в интернете Почему я о них говорю? Чтобы все было правильно Правильно и нужно Они развивают V&A Channel Так называемый Это интернет-телевидение То есть Музей создал свое телевидение Музей развивает В отношении спешл индустрии Здесь есть журнал V&A Который Очень популярен В Великобритании У них Опять же Масса мероприятий Мероприятий Таких Как например Показы мод В музее С использованием В том числе и музейных коллекций Которые Не одевают для себя Но я вот Приведу пример В Таланде Есть С музеем Который Позволил Вам Приведу 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 То есть Модели Одевали Те Приведу Хранили Которые Приведу Хранители Сначала Упирались Но потом Угласились И Никакого Вреда Приведу Приведу Но вот Коснусь Коснусь Того Что Вы Видите Ковер Уникальный Ковер В уникальной Витрине Вот Это технологическая инновация Витрина Пожалуй Что Строит Как Небоскрел Но Она того стоит Там Уникальное Внутри Витрины Климат Свой Система Система Безопасности И так Далее И тому подобное И Вот На самом деле Если мы посмотрим Каждый Музей Там полно Системы Безопасности Системы Контроля Системы Пожарных Системы Освешения Вот Кроме того Вот Уникальный Отъект С точки зрения Архитектуры Реставрации Музей Был Фактически Уничтожен Во время Берлина И До Большего года Он стоял 5 лет На реставрации Реконструкции А до этого Он стоял В Груидировом Состоянии И Он Восстанавливался Фактически Местами И Те Технологии Которые Были применять Реставрация Этого здания И Та бережность Которая Они обращались Которые Наследие И То Как Они Там Собственного Зала Они не стали Убирать Учищать Афанаси Оставили Афанаси Все Страницы Этого здания И Печаль И Хорош Теперь Собственно А Технологических Инноваций Которые Нам Которые Посетители Афанаси Мы Просто Перемещаемся За Соседний Зал Я Тогда Успорюсь Немного Вот Вы видите Финологические Инновации Которые Посетители Это И Система Сепаратуры Влаженства Контроля Системы Контроля Доступа Тоже 3D сканирование Которое Применяется В государственном Хранилище Старая Деревня И Прокрасные Сканирующие Сети Которые Обеспечивают То Что Посетитель Или Похититель Не Имеет Доступа В картине При этом Это Никак не Влияет На Качество Просмотра И Многие Из этих Систем Доступны С точки Финансов Вот Система Обсередакт Она Применяется В фондохранилищах В архивах Например Она Стоит Британский Библиотек Т.е. Музей Не должен Сокупать Т.е. Химиканты Газы Просто Создается В этом Хранилище Пониженное Содержание Кислорода Которое Безпредит Человека Но Не позволяет Огнем Т.е. 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 Система Маркировки Я говорил Тут Есть Три степени Контроля Это Иллюминофорин Прокрасная Иллюминисценция И маркировка На основе Ортических Активных Последняя была разработана В России Она была разработана Министерство Обороны И Университета Номи Невинтерея И она На самом деле Очень Дешевая Поэтому Мы можем спокойно Ее применять Без Такого Либо И Создание Глобальных Данных Это очень важный На самом деле Вопрос Потому что У нас До сих пор нету Госпаталог У нас Не пополняется Система Экспонатов Для Системы Экспонатов И Нам Необходимо Все Эти Прожитаты Постоянно Выполнять Экспонаты Иначе Мы Не сможем Не контролировать Наличие Экспонатов И Симулировать Их Перемещение В рамках Выставок Экспонатов 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 Об этом Мы уже много говорили Поэтому Я двумя Присущу Теперь Давайте Зададим Вопрос Каков критерий успешных музеев Я хочу Чтобы хоть Что-нибудь Открыть Товарь Товарь Хорошо Еще Он Комплексный Который Включает ряд Параметров Точно Ну Мне нравится Ответ Посещения Но там Есть еще Много чего Давайте ответим На второго Что в музее Заставило бы Вас вернуться Еще Да Еще У кого Какие еще Нигде Еще Еще Что Еще Наличие свободного Времени Ну Это Всегда можно найти свободное Время Если Чего-то еще хочется Еще у кого Какие Новые экспозиции Да Вот Это очень хорошо Что В музее Вам Запомнилось Вот Вы пришли в музей Мы очень хороший ответ Не услышали Можно его узнать Какой Вы сказали Ответ хороший Мы это не услышали просто Я плохо сказала Впечатления Эмоции Вот Эмоции Вот это ответ Мне очень нравится Что В музее Вам запомнилось То есть в том музее Которое вам понравилось Вот что зовут Появление 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 Еще Еще Вот Вы буквально Настасьте при своем Сигматарь Теперь Собственно я перехожу К своим ответам Что заставляет меня Вернуться В музей Калибус Ну вот Я представил Здесь Увок И Эрмитаж Ну Увок Каждый раз Когда попадаешь Тебя сметает толпа И успеваешь посмотреть Маленькие Тоже та же история С Эрмитажем В общем-то Каждый раз Когда я попадаю Эрмитаж Я могу посмотреть На то очень небольшую часть И поэтому И я очень люблю На самом деле Те залы Где нет Где Малдар Там обычно бывает Очень хорошие Туристы Нам тематика Ну Здесь Natural History Безъем в органе Каждый может Прямо свой курс Там Саинство Съем И так далее Тут Все удовольствие Построение Экспозиции Вот Исторический Исторический музей Справа Соответственно Планировка Одного этажа А слева Я дал Увеличенный Фрагмент Один из фрагментов Этой экспозиции Чтобы было понятно Как она построена Вот В этот музей Я бы Возвращался И еще И еще раз Лимиты Экспозиции Казалось бы Тот же материал Те же предметы Та же Хорошая Обстановка В музее При этом В музее Достаточно Это еще Пока Не очень хорошо Налажено И сопутствующую Экспозицию Но То Какая Построена Экспозиция То Что тебя заставляет Вот Цельной линии Основной истории Свернуть Влево Или Вправо Экспозиции Какую-то подробность Относящуюся к этой конкретной Экспозиции И ее не выходить В течение минут 20 Это Вот Мне кажется Это тоже Инновация На самом деле Самая инновация Построению Экспозиции Должна быть интересной Она должна Захвата Она должна Волновать тебя И вставлять Туда вернуться А вот это Эмоции Это На самом деле Не совсем Я не совсем честно поступаю Показывая этот музей Но Все-таки Потому что Строго говоря Его нельзя Точно отнести Не отмечать Всем критериям Музейной деятельности Это музей Дениса Сиверса В Лондоне Он Является Коммерческой структурой И Денис Сиверс Американец Который Переехал В Лондон В 80-е И в какой-то момент Он купил дом И Решил Воссоздать Викториенскую Бандельно взятую В дом И Он создал Вот это Были куплены Естественно Все предметы Которые вы видите Это Пригменты Эпотисы Но В этом музее Создается Прежде всего Атмосфера И Этот музей Чем он уникален Он воздействует Не только Традиционно Визуально Аудиально Он воздействует И тактильно И с помощью запаха Потому что В этом музее Нельзя говорить В этом музее Нельзя фотографировать Нельзя говорить Поэтому Там нету экскурсии Там практически нет Экспликации Только Когда ты входишь В зал В нем написано Что это Столовая И какой-то Коротенький текст Все остальное Это просто предметы Они стоят И в этом музее Они хотели Воссоздать Как бы Вот так Как если бы Хозяева Только что ушли Там Недоеденный Замок стоит Там Из печеных Лежит На полке Там Не вымута Посуда Там Стоят Конфеты И Там С помощью специальных Технологий Там Источает Аромат Например Ананас Источает Если ананас Подогреть Он начинает источать Такой тонкий аромат Технологий Это просто Технологий Это постель Каждый день Каждые Сотрудники музея Приходят И Воссознают Там Недоеденного Замок Там Кто стоит Как ты И так далее В одной из комнат Как бы Такое Ощущение Что вчера Беспорядок Стулья Недобитое вино И вот Это происходит На самом деле И на самом деле Вот там Несколько этажей Последний этаж Он Последний этаж Он показывает То, как Жила Городская Беднота Первые этажи Это там Средний класс Скажем так А последний этаж Это то, как Жила Беднота И этот музей Поражает Смотрите Поражает 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 Поражает